ребята всем привет это новый видос про бмв для начала хочу передать конечно же приветы подписчикам из из нашей столицы из необъятной московской области из владимира нижнего новгорода татарстана казани всем огромное приветище из столицы сибири сами знаете я живу в городе новосибирске в этом видео я хочу в первую очередь показать вам кузов бмв так сказать поближе чтобы но вы понимали что такое бмв 15 лет от роду и самая дешевая бмв в стране но перед этим хочу вам порекомендовать сервис по подбору и покупки нового автомобиля автоспот точка ру если вы когда-нибудь сталкивались покупкой нового автомобиля то вы наверняка знаете что это довольно таки непростая задача бывает что нашел машину по объявлению где-то поехал этот автосалон то есть комплектация цена все отлично приезжаешь и вот прям перед тобой вот кто-то какой-то загадочный незнакомец он купил этот автомобиль вот незадача но есть еще допустим какой-то автомобиль который чуть-чуть подороже чуть-чуть похуже комплектация чуть-чуть побольше допов по невероятной цене и так происходит каждый раз автоспот точка ру это не просто сайт в котором собраны в кучу все объявления там по новым автомобилям а это сервис который работает на договорных отношениях только с официальными дилерами и там предлагаются конкретные автомобили с конкретными vin кодами и для вас это совершенно бесплатно большое удобство что сразу видно где какие скидки в каком салоне до какого числа и на что можно рассчитывать конкретно вот когда ты приедешь за этой машины уже то есть минималочка вот это определена в общем парни всем рекомендую сайт автоспот точка ру переходите по ссылочкам в описании экономьте свое время нервы ну и конечно же деньги ну а мы приступаем к осмотру 15-летний бмв погнали вот смотрите ребят какая красавица на видео многих моментов не видно и даже когда ее покупал мне в первую очередь об этом сказали что по кузову как бы достаточно бойцовская машина частенько в комментариях я читаю от вас что рома сделай вмятинку на двери не позорься заедете выправе без покраски так вот я хочу начать как раз с этой двери смотрите нарушена лкп вот нарушена лкп вот так вот я думаю видно ли вот здесь нарушена лкп достаточно сильно помимо вот этой вмятина которую вы видите на видео присутствует еще вот здесь вмятина соответственно вот видите нарушена красочное покрытие и еще одна вмятина обшивку с этой двери внутренней я уже купил я ее не меняю потому что скорее всего дверь я буду менять и хотелось бы за раз это сделать вот к этой двери в принципе у меня особо нет вопросов никаких она выглядит достаточно неплохо но вот лишь наверное вот здесь вот так лишь наверное вот здесь вот и есть вот видите царапинки можно кстати проверить толщина мерам я я эту машину ни разу еще не проверял 230 следующая дверь 363 кстати покрашена более менее вот так вот с виду меня вообще она устраивает такие вот моментики езды вот здесь вот притертость небольшая здесь вот как и такая вот так вмятинка есть так от пули или чего я не знаю можно бензобака наверное в лихие годы бандиты хотели прострелить бензобак да промахнулись а вы чё ребята все стреляете да еще и резиновые пули хотели так вот такой моментик езды фаре немножко своя там атмосфера присутствует влажная крыша у меня вообще нет вопросов неких даже показывать нечего но вот так это покажу по зазорам вот здесь крышка багажника она не в зазорах то есть издалека кажется с одной стороны кажется что багажник открыт вот по заднему бамперу эту штучку кстати заглушечку я вставил как раз подписчик заезжал в гости так пообщаться поговорить и с ним вместе придумали способ ну и кстати и в комментариях кстати мне подсказывали значит мы нагрели эту крышку феном строительным и немного вот эти усики разжали и она потом когда застыла соответственно она уже более плотно туда встала кстати зацените вот ребят рамку повесился это мне друг дарил так сказать воспоминания об армии так смотрите вот здесь то есть вот этот молдинг насколько я понимаю он должен быть хромированный но здесь он черный и вот он вот так заканчивается каким-то то ли эпоксидкой то ли клеем то ли чем непонятно в общем крошки от лампочки лежат крышу соответственно тоже померяю 56 у меня кстати прибор по идее около 100 должно быть лкп до родное на бмв 70 возможно прибор не откалиброванным как бы сейчас очень редко пользуюсь здесь 142 88 крышку багажника смотрим по поводу тонировки у меня планы такие парни что я хочу пленку отсюда снять и чтобы осталась родная тонировка вот это видно она как переливается зеленого до красного до бордового очень интересный такой эффект ну и что получается у нас на десерт это крыло задние далее я покажу покраску от дяди миши получается бампер перед ним красил за полчаса так вот там покрашена лучше намного чем покрашена вот это крыло и дверь следующая вот это задняя сейчас я постараюсь вам передать весь рельеф крыло в общем задние пострадало больше всего ну и дверь соответственно тоже вот так вот выглядит дверь можно поменять принципе от лонга не знаю заднюю левую дверь думаю удастся найти по демократичной цене по поводу дтп в базе есть четыре и там один водитель был достаточно неаккуратный такой то есть за короткий промежуток времени там кажется 33 дтп и у следующее у исследующего еще тоже авария была то есть такой был период времени в этой машины довольно таки неудачный ну вот так вот общем так я думаю сейчас кто разбирается что это такое может скажет я не знаю как как это чем это так можно красить вот для интереса давайте проверим толщиномером кстати показывает немного 200 вот микрон судя по виду здесь были не знают две тысячи микрон должно пока показывать водительская дверь в принципе норм такая вот есть царапка вот то видите зеркало нормальное такое типа как тонированная то это зеркало она сейчас не грязная она вот такой какой-то потекшие это все внутри 98 чё не крашеная что а по ходу не крашеная дверь нашлась нашелся не крашеный элемент кроме крыши а и кстати прошу обратить внимание все элементы которые я мерил они у нас вот здесь на показывает на приборе видите ферру ферру это значит магнитные металлы а сейчас у нас пойдут не магнитные то есть металлы то есть получается вот это но он феру это у нас алюминиевое крыло по показаниям что тоже не крашеные что прикольно третий не крашеный элемент на машине а по 116 92 грязь в общем крыло это тоже довольно таки приличном состоянии находится а нет вот здесь это так называемый клюв немного пострадал чё у нас по капоту 420 достаточно толстый слой но покрашена более менее и вот внимание покраска от дяди миши смотрите бампер передний который я уже успел коцнуть человек потратил полчаса на покраску вот этого бампера и она он выглядит гораздо лучше покрашен чем допустим заднее левое крыло и задняя левая дверь вот на капоте есть вот такой это заломчик в общем эти моменты я показываю что вы понимали что идеальную бмв там допустим что там не только с мотором были проблемы да то даже когда ее мешание там за 150 покупал из сугроба кстати фары вот передние посмотрите просто в идеале это можно сказать гордость это автомобиля последнее крыло вот это посмотрим чё 1200 300 200 вот что-то вот здесь печалька вот ребят показал вам все как есть кузов в каком он состоянии находится в принципе если есть маляры какие-то из новосибирска которые хотят посотрудничать допустим мне надо будет как минимум покрасить крыло заднее левое да и покрасить вот эту крышечку а двери в принципе пару дверей вот эти которые тоже выглядят неважно и которые нужно поменять я думаю найти их в заводской краски черный в цвет прям black sapphire и поставить их просто на машину самостоятельно поехал я значит сейчас на диагностику на диагностику ходовой части и соответственно если все нормально по ходовой то сделать развал хочу вот на автосервис увидел вчера рекламу щит дороге вспомнило мне мне же надо точно надеюсь все нормально сходу ли все сделать сегодня можно то есть руль вот видите как стоит кривовастенько ну и машину подтягивает вправо соответственно хотелось бы это все устранить а а Субтитры подогнал «Симон» Ну что, ребят, заехал я, в общем, на развал, но не тут-то было Сейчас я ничего делать не буду по такой причине, что хоть в машине как бы особо ничего не стучит, не слышно даже, но реально даже другие люди со мной ездят, вообще, то есть тишина В ходовой части достаточно много вложений, достаточно много нужно делать, сейчас я вам это все это дело покажу Вот смотрите, листик такой, здесь насчитали, 22 тысячи за запчасти, то есть чисто по ходовке Сайлентблоки, рычаги, где-то, ну если работа, допустим, здесь делать, со скидкой 15 тысяч получается Плюс рейка, рейка тоже постукивает, получается, но не течет, около 15 тысяч будет ремонт, но я так понял, от 15 тысяч работы есть Так что вот такие пирожки, не так все быстро делается Ну плюс тут ремни приводные, шланг охлаждения гуртич забраковали, шланг 12 тысяч стоит Я не знаю, может это, конечно, старый мой потеки, но сказали, вроде свежий, не знаю, буду смотреть Сайлентблоки заднего редуктора перед, ну вот, в общем, посмотрите сами все вот эти расчеты Ну приводные ремни, это уж, соответственно, мелочи Зато колодки, смотрите, не надо менять 90% передние, 70% задние Стоит учитывать, что автосервис, ну, тут достаточно серьезный, то есть запчасти все новые То есть какие-то БУ там, контрактные тут даже не рассматриваются Соответственно, подход, ну, у них такой достаточно серьезный Я не знаю, может куда-нибудь попроще с мастерами с какими-нибудь пообщаться То есть, ну, чисто, чтобы сход-развал сделать, может там пару сайлентблоков, там, или рычажок один поменять Который именно вот влияет, допустим, на то, что у меня вправо тебя потягивает машину Тут понятно, то есть, вот это все сделать, это, ну, то есть, будет как новое, грубо говоря, да? Возможно, можно как-то попроще немного сделать Потому что сейчас, допустим, 40-50 тысяч вот так перед сход-развалом тряхануть ходовку Ну, если честно, необдуманные вложения, ну, и пока нет такой возможности у меня Тем временем мы перемещаемся в гараж В первую очередь хочу сказать про утечь, которая внезапно там обнаружилась в конце прошлого видео про Бэху Я, если честно, подумал, что это тормозная жидкость Вот, очень было похоже на нее Вот, но я обратил внимание на уровень тормозной жидкости Участен чуть меньше максимума За этим, конечно, нужно очень пристально следить Но никаких утечек по тормозу я не обнаружил Никакой зависимости от появления лужи, от нажатий педали тормоза нету Но утечь я обнаружил в другом немного месте Значит, немного сочился антифриз в одном соединении Сейчас я сниму вот эту накладочку и посмотрю более внимательно Вот, кстати, набор инструментов купил специально для BMW Вот таких вот звездочек обратных у меня не было Еще каких-то вот этих переходничков Уже этот набор мне помог, когда я свечи вытаскивал несколько раз Как видите, вот эти накладки я уже не одеваю, панцирь на двигатель Потому что так часто их уже приходится снимать, поэтому они лежат и отдыхают И вот эту тоже накладочку я сниму, как говорится, до лучших времен Ну вот, собственно, из этого соединения подкапывало Вот здесь вот влажновато Как-то, я не знаю, его подтянуть или... Ну, вроде нормально все держится Еще решил посмотреть, снять вот эти мембранки На каждой голове, которая находится И посмотреть, что она под ними Вот это получается одна Так вроде ничего не порвано Вторая, то есть под ней Второй под правой получается Так достаточно загажено Сейчас я почищу это все масло Но сама мембранка, в принципе, такая же, как и у BMW Так, ну вот, почистил это место Получается, вон то маленькое отверстие Оно было практически забито Я продул его компрессором Прочистил Сейчас я почищу еще вот эти резиночки Так, я, конечно, дико извиняюсь Но снова клемма Я не знаю, как там плюсовая Первый патрон Но минусовая точность я показала с плохой стороны То есть я как-то начал тут передвигать немного аккумулятор Там все заискрилось Оказывается, этот саморез не помогал Я разобрал вот это все крепление, видите И проблема вот в чем Слизаная резьба получается на вот этом болтике А болт-то хитренький, он непростой Получается, при затягивании вот этот конус Стягивает данную конструкцию Отдельно эта штука, конечно, не продается Можно найти отдельно там от вагов, от каких-то еще чего-то Вот этот болтик за 450 рублей Самый дешевый на заказ там Неделю что ли ждать Вот болтик 450 рублей В принципе, заказать можно было бы Но какая гарантия, что его опять не слежит Там через пару затягивать Соответственно, как вы уже догадались Я пойду немного другим путем Решение вот такое Смотрите То есть вот этот барашек я буду использовать Как конус А вот этот автомобильный болт Я буду, соответственно, им стягивать И даже если резьба когда-то здесь и слижется Я этот барашек куплю ровно там за 2 рубля Или за рубль там сколько он стоит В любом крепежном магазине Сейчас я все это поставлю и покажу, что получилось Так, ну вот взгляните, барашек Встал сюда как родной Затягивается отлично Все плотненько так выглядит Ну все, судя по ощущениям Затянулось просто в камень То есть не то, что там пошевелит что-то Мне кажется, все уже анрил Такой вот очередной лайфхак В принципе, он, как мне кажется Имеет большое право на жизнь Я, например, не вижу в этой конструкции Ничего плохого Вот по сравнению с такой вот Кстати, когда я отсоединял клемму Я подключал параллельно Вот здесь зарядное устройство Вот получается, кому интересно Здесь у BMW выведена плюсовая клемма Ну а минус я нашел вот здесь вот Да, и кстати, к обзору по кузову Добавляется еще вот такой есть моментик Здесь вот присутствуют сварные швы Как видите Здесь вот тоже какие-то были Значит, работы проведены Что-то здесь мялось Вот видите, повреждение Вот здесь вот мятое То есть так называемый тазик У машины поврежден И были какие-то работы проводили Парни, помните, на автосервисе Когда раскачивали машину Из боков в бок Был какой-то стук И мастер долго не мог определить Что стучит Смотрел суппорта Рычаги Что где болтается Оказалось, знаете, что стучит? Вот эта вещица Забавная Сейчас я ее как-нибудь закреплю Своими методами Вейвхакерскими Так, что еще хочу сказать На улице Вон, смотрите Уже летом практически уже пахнет Но погода тоже переменчивая То 3 градуса То 15 градусов Хочу, значит, организовать встречу в Новосибирске Какие-то теплые выходные выбрать Собраться Пообщаться Во-первых, для тех, кто не смог на первую встречу приехать Для тех, кто хочет посмотреть изменения по машине своими глазами Но еще такой повод Как бы Канал начал там небольшую денежку приносить Спасибо, кстати, тем, кто не проматывает рекламу Вот эту гугловскую То есть несколько секунд вашего просмотра Вот этой рекламы гугловской Они, в принципе, идут на пользу каналу Плюс рекламодатели, как вы видите, уже интересуются Это все, конечно, благодаря вам Такой лояльной аудитории Вот И хочется, так скажем, ну Проставиться, что ли, перед пацанами Я думаю, соберемся где-нибудь Ну и в городской черте Ну и чтобы это на природе было Можно там миска пожарить Ну Когда, значит, наметятся теплые выходные Ну то, то есть, чтобы было солнечно Там хотя бы 20 градусов тепла Обязательно скажу об этом в каком-нибудь из видосов Обязательно сообщу об этом в группе ВК Кстати, подписывайтесь на группу ВК Там удобно будет все это обсудить Все детали, моменты Как в прошлый раз, помните, я там маленько ложанул Со временем И непонятно там по комментам Как-то на ютубе Пытались определить там Во сколько надо реально подъезжать Я думаю, в группе ВК Это намного удобнее будет сделать Также поздравляю всех С прошедшим праздником весны и труда Поздравляю с наступающим днем победы Всем хорошего настроения Хороших праздников Счастливо И пока Субтитры сделал DimaTorzok